Приветствую вас! И, конечно, муж ваш страдает определенными заболеваниями, у него есть определенные симптомы, свидетельствующие о психическом расстройстве. И вы знаете, я думаю, что помочь ему в этой ситуации вам можно только через следующее. Донести до него, что его состояние здоровья не способствует ни нормальному развитию детей, ни нормальному развитию вашей семьи, ни, собственно говоря, нормальной жизнедеятельности вас, ваших детей и его самого. Далее необходимо спросить у него следующее, любит ли он вас и любит ли детей? Если да, то тогда спросить, чего он бы хотел для вас? Если он скажет, что хотел счастье, а так оно скорее всего и есть, то тогда нужно определить, а что для этого счастья, вообще говоря, нужно. Вот разве можно принести счастье и счастье то, как мужчина себя ведет? Разве может принести счастье то, что он все время, например, говорит о смерти, что у него апатия и так далее? Думаю, вряд ли. Поэтому, если он любит вас, если он любит детей, то ему в обязательном порядке нужно обращаться к врачу, к врачу очно и к психотерапевту. Для чего? Чтобы тот, назначенному лечению, возможно, медикаментозное, проработали с ним причины заболевания, провели терапию, и помогли бы вашему мужу обрести гармонию с собой. Либо, если мужчина не хочет идти на прием к психотерапевту, то тогда в обязательном порядке можно и нужно прийти на наш сайт. Я опять-таки повторю, ради вас, ради ваших детей, не ради него самого, обратиться к нам и задать вопрос. Хотя бы публично описать уже с его точки зрения, с его ощущения, то что с ним происходит. Чтобы мы смогли хотя бы через сайт дать ему направление в том, куда ему двигаться, чтобы купировать свои проблемы, чтобы решить их, чтобы избавиться от стресса, чтобы жить нормальной жизнью, радовать вас и радовать детей. Понимаете, в чем штука? Мужчина не может часто признать, что ему нужна помощь, что он сам справиться не может. И вот в этой вот погоне за целью справиться с проблемами самостоятельно, мужчина частенько забывает о том, что от этого страдают его близкие люди. В данном случае вы, в данном случае ваши дети и так далее. и обратить внимание его на вас, на то, как вы живете, на то, как живут ваши дети, является первым и ключевым моментом, шагом в направлении нормализации ваших отношений с ним и в помощи мужа. Чтобы мужчина как можно меньше концентрировал свое внимание на себе и как можно больше уделял внимание вам. Если он будет это делать, и если он будет это делать хорошо, много, часто, то у него времени, попросту говоря, не останется на то, чтобы все вот это вот ощущать. И как стимул, стимул любящего человека. Этого будет достаточно, чтобы начать менять что-то в своей жизни. Если же делать он ничего не хочет, если же он не желает лечиться, не желает принимать реальность такой, какая она есть, не желает вдохновать себя больным или хотя бы нуждающимся в помощи, тогда можно говорить об эгоизме. Ради своих амбиций, ради достижения своей цели и придерживания своей точки зрения, мужчина жертвует вами. Думаю, не ошибусь, если скажу, что подобное поведение неприемлемо. В этом случае вам необходимо перестать думать о мужчине и беспокоиться только о себе и о своих детях. Кроме вас у них никого нет. И в этом случае, в случае, если мужчина не хочет помогать себе сам, если не стремится к тому, чтобы бороться со своими болезнями, бороться со своими проблемами, у вас не остается другого выбора, кроме как отдать приоритет тем, кому он в большей степени нужен. И это, как вы, наверное, понимаете, ваши дети. Они, больше чем кто-либо, уже нуждаются в вашей энергии и в вашем внимании, в ваших силах и в ваших усилиях. Если вы будете тратить себя еще и на мужа, который, ко всему прочему, не хочет ничего делать для того, чтобы помогать вам, думаю, что вы себя изведете и как раз таки сведете себя с ума. Чтобы этого не произошло, и нужно расставить приоритеты в том, на что вы направляете свои ресурсы, куда вы их тратите. Вот примерно так вам и нужно поступать. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучше.